Всем привет! С вами Ольга Чернова и разговор пойдет о диете. Сегодня 4 ноября, с завтрашнего дня я начинаю курс, такой серьезный длительный курс по оздоровлению организма. И ко мне присоединяются все желающие зрительницы. И вот сегодня, в последний день, перед началом диеты, я хочу вам рассказать несколько слов, с другой стороны, осветить нашу диету, чтобы был у нас дополнительный стимул, потому что мы говорим все про еду, про еду, про блюда, про калорийность, но мы забываем о другом, об этом тоже нужно поговорить. Вот смотрите, когда человек более молодой, вот так же, как я, в 30 лет, даже в 40 лет, мы обычно садимся на диету и худеем в большей части для красоты, для сохранения вот этой фигуры, как вот сейчас пишут, хочется в платье, в юбку влезть меньшего размера. Но когда человек худеет после 50, особенно после 60, это преимущественно уже, нам уже не важно почти, как мы выглядим, мы худеем для сохранения, для восстановления организма. И даже те, кто начинают худеть для красоты, и у кого не хватает какой-то силы воли, терпения и стимулов, я вот для них тоже хочу вот эту небольшую, как экскурс в наш организм провести, чтобы они не бросили, не соскочили с этой диеты, чтобы они поняли, что у нас основная эта цель не достижения красоты, не снижения размера, там, на 2 размера меньше. Вот смотрите, я всегда перед началом диеты, и даже когда вот будут первые дни самые трудные, как я говорила, нам нужно разорвать вот эту пищевую цепочку, чтобы будем тосковать и по сладкому, по сахару, и по хлебу. Я вот очень люблю хлеб, и мне больше всего во время диеты вот такой хочется хлеба, но он запрещенный продукт. И вот вечером, когда лежишь и думаешь, ну не пойти ли скушать какой-то кусочек хлеба, и в это время что я делаю, что меня выращает? Я всегда начинаю вспоминать и представлять, что происходит у меня внутри. Вот кто жил в деревне, тот, наверное, знает, что когда... Ну наш организм, он устроен так же по принципу, как у животных, и вот я сейчас буду рассказывать и показывать на животных, но всё это присутствует и у нас. И вот кто живёт в деревне, те знают, когда происходит осенью убой скота, хоть это коровы, хоть это свиньи, вот как только наступает мороз, начинают колоть свиней, там может быть тёлок каких-то, и когда вскрывается брюшная полость у животного, те животные, которые были такие упитаны, которые радуют глаз хозяина, которые хорошо питались, у них обязательно внутри, все внутренние органы, вот есть жир такой внутренний, сеточкой обтянуты, все кишки, все вот и сердце, и всё. Сейчас я вам покажу, я вчера как раз покупала, ездила на базар, иду для собаки и купила сердце делать гуляш мужчинам своим. Вот смотрите, у нас сердце, когда человек имеет лишний вес, у нас сердце так же, как у животных, вот сердце коровы, но мы ничем не отличаемся от них, и у нас сердце при лишнем весе вот так же всё покрыто вот такими шишками жира внутреннего, потому что мало того, что у нас внешнее, как, ну внешний вид меняется, у нас меняется строение всех внутренних органов. Если жир, если вы давно уже в большом весе, и жир старый, то он вот такой вот, слышите, он делается как каменный. Ясно, что сердце должно быть эластичное, оно должно вот так вот, ну как оно делает такие движения, ну вы знаете, сжимается, разжимается, и вот эти вот шишки жира, бедному нашему сердцу, они не дают работать. И вот я когда вечером лежу и представляю, как моё сердце вот так вот затянуто вот таким жиром, а если они ещё вот такие вот, ну как же оно будет двигаться? Естественно, у него и будет аритмия и перебои в работе. Мало того, что сердце затянуто, поверьте, точно так же происходит жировое перерождение печени, точно так же всё затянуто у нас, все внутренности, вот я, это у меня собачий корм, но это то же самое, у нас то же самое, вот таким вот жиром внутренним у нас всё-всё-всё внутри затянуто, и у нас нарушается работа всех внутренних органов. И вот в то время, когда вы сидите на диете, если вам захочется, ну как, ой, да ладно, в следующий раз или в следующий год или в следующем месяце начну, вспомните про тот ужас, который творится у вас внутри. И вспомните, насколько мы укорачиваем свою жизнь, когда мы годами носим себе вот эти вот шишки жира внутреннего. Поверьте, если у нас вес на 20, у кого-то на 30, вот сейчас пишут и 40 килограмм лишних, у меня точно такая же ситуация, у меня вместо 65, у меня было нынче 105, это 40 килограмм лишнего веса, и это, поверьте, это вот 40 килограмм вот таких вот шишек жира внутри, снаружи, везде, 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 они мешают нашей жизни, мешают нашему сердцу, печени, всем-всем-всем органам. Ой, тут кошка уже чувствовала жир. И вот этот ужас мы в себе носим, и у нас не хватает силы воли избавиться от него. И всегда наступает такой момент, когда вы должны сказать, нет, я буду сильной, у меня есть сила воли, у меня разум на первом месте, а живот и желудок на втором, я сброшу весь этот жир, освобожу свое сердце, освобожу все свои внутренние органы, очищу организм, и начну я это делать с завтрашнего дня. Все, вот этот ужас нам не нужен, будем оздоравливаться, вы потом почувствуете, даже если вы уберете всего 10 килограммов, почувствуете невероятную легкость, и всегда помните, что мы худеем не только для того, чтобы одеть платье меньшего размера, мы худеем для того, чтобы освободить наши бедные сердца вот от таких вот шишек жировых. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, с завтрашнего дня начнем все дружно очищать свой организм от застаревших жиров.